Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня Ханука, Ханука Самея, Прадик Света. Наша глава называется Микец. Мы вчера остановились на том, что Иосиф отправляет братьев домой. Шимона он оставляет в Египте, в тюрьме. На глазах у всех братьев он его связал и их отправил. После этого Шимону предложили прохладительные напитки. И когда они были в дороге, один из братьев развязывает свой мешок, чтобы дать корм ослу. И смотрит его серебро в мешке. Он говорит, серебро. Все братья в шоке. Как это может быть такое? Что-то невероятное происходит. Они не могут объяснить ничего. Они понимают, что это всесильный сделал с нами. Они не знают, что произошло. Они понимают ситуацию, что происходит. Это вообще трудно понять, что Иосиф придумал. В общем, они приходят домой, рассказывают все своему отцу, что с ними произошло, что спрашивали о родстве нашим. Все это они рассказывают. Все это они рассказывают. И тут они открывают каждый свои мешки. И у каждого серебро его в мешке. Все в шоке. Ситуация невероятная. Как это можно себе представить? Это вообще в жизни невероятно. Что случилось с ними? И они это отцу рассказывают. И говорят, что тот человек говорил с нами сурово. Он принял нас за соглядатой. Объясняет ситуацию Якову. И говорят, что тот человек сказал, что вам не видать моего лица, если не придет меньше ваш брат с нами. То есть нужно превосить Бениамина. Вот они говорят. И как они не говорят, Яков не хочет отпускать. Он говорит, все это на меня. Я, Йосифа нет, Шимона нет. Вы еще и Бениамина заберете. Это все на меня. То есть его благословение работает. Только если все 12 братьев вместе. Тогда он получает полностью долю в будущем мире. То, что Всевышний ему обещал. А тут получается уже двух нет. Еще третьего заберете. Яков в шоке. Ревен начинает говорить. Не думает, конечно. Просто говорит. Говорит. Дай мне на руки. И я приведу его тебе. И если я его не приведу. То ты умертвишь двух моих малюток. Яков посмотрел и говорит. Ну это что-то. Это вообще. Как это можно? Мало того, что нету двоих. Теперь ему троих. Еще и двух я своих внуков умершлю. Еще не будет ни холноха, ни полну. Это вообще. Как это можно такое сделать? Ты что-то говоришь такое? Яков просто не может к этому вообще относиться серьезно. Это полностью ужас какой-то. Он говорит. Не пойдет, мой сын, с вами. Но время идет. И Тора пишет, что было, когда они уже съели весь хлеб, который привезли. Ситуация такая. Или умирать, или все. Или Египет. Яков говорит. Сходите в Египет, привезите смесь снова. Они говорят, что строго внушло на тот человек, что не видать нам лица его, если не будет меньше врата с нами. И тогда начал говорить Ягуда. Он Якову говорит, что я его возьму, я его приведу назад. И если я не приведу, то ты с меня взыщешь, буду виновен перед тобой во все дни. Наши мудрецы пишут. И в этом мире, и в будущем. Яков, конечно, подумал. Но это уже серьезно Егуда говорит. Это не Уривен, который не думая сказал. И он говорит. Возьмите. Берите Минамина. Только возьмите свои подарки из плодов этой земли, и фисташек, и миндаля, и меда. То есть, мед именно пчелиный. Нашел Яков Гудуплос с медом. Это редкость большая, потому что медом страна к нам не славится. Потому что там резко после маленькой весны приходит лето, и не успевает цветы цвести дальше. В общем, это редкость. И Яков это дает им все. Они собираются, берутся в Биньямина, и спускаются в Египет. Десять братьев. Думают, пока материально, трудно себе представить, что это происходит. Они не могут взять. Пришли они в Египет. Пришли они в дом Йосифа. Их приглашают. И они между собой говорят, это все для того, чтобы напасть на нас, взять нас и от Слово наше. Везде Диасов стоит за символ материальности. Мысль от материальности не могут понять духовную причину. Просто так их Йосиф запутал, что они просто лишь в состоянии мыслить. И они говорят, серебро. Яков сказал, серебро двойное возьмите. Может, это по ошибке. И вообще, может, за это время, пока мы были здесь, зерно подорожало. Потому что такое время. Голод кругом по всей земле. В общем, они пытаются говорить с человеком, который стоит над домом Йосифа. Даже будут говорить, что это Минаше. И говорят им, послушайте, господин мой. Мы не знаем, кто вложил серебро в наши сумы. И вот мы привезли это серебро и другое серебро. Мы уже сдали то серебро. А он говорит им, всесильный вложил клад в сумы ваши. В общем, пришли они в дом Йосифа. Их пригласили. Пришел Йосиф. Он устроил им пир. Что интересно. Он их рассаживает. Каждого по старшинству. И называет имя Матерь. Как он это делает? Он сидит и смотрит на свой кубок. И он видит покупку. Говорит. Вот сыны Леи, Рювен, Шимон, Леви. Да, Шимона вывели к ним. Шимона вывели уже. С темницы, все, он снимет. Шимон, Леви, Егуда. Посадил это сыновей Леи. Потом Исахар, Зволун. Вот дети Леи. Потом садит детей. Бельги. Даной на столи. Потом Зильбы. Гадая Шер. И вот по старшинству. Когда они родились. Он-то как-то рассаживает по матерям. А Бенемина рядом с собой посадил. Они дивятся. Они дивились у детей. Как это может такое быть? Он смотрит на кубок и говорит. И он говорит, что Бенемин будет сидеть рядом со мной. И они трапезищат. И он берет, ставит еды на стол Бенемину. Больше в пять раз, чем им. То есть, все одинаково. Если хотите, но у него то же самое, но в пять раз больше. Эта проверка идет у них на зависть. То есть, ничего, здесь ничего материального Бенемин не получает. Он все равно не съест в пять раз больше. Но просто вот какое к нему отношение. Как братья будут реагировать. Но они очень все хорошо ведут. Пируют все хорошо. Они 22 года спиртного не пили. А тут Йосиф пьет с ними вино. Беседует. Сам плачет тихонько. Чтобы сдержаться в стороне. В общем, он это все делает. А египтяне едят отдельно. Потому что не могут египтяне есть вместе со временем. Потому что это мерзость для египтян. Дело в том, что египтяне не едят овец. Это для них боги. То есть, как в Индии сейчас корову не едят. Это для них бог. Вот это овцы для них боги. Поэтому для египтян мерзость то, что едят евреи. Вот так вот. И Бедраж пишет. Он говорит. Ты же хороший астролог. Сафнатпанэх. Йосиф говорит Бенямину. Говорит. Вот скажи мне. Ты же смотришь на звезды. Вот скажи мне. Где сейчас находится твой брат? Он говорит. Глядя на звезды, он получается здесь. И Иосиф говорит ему. Да, это правильно. Но ты должен молчать. Ты не имеешь права признаваться. То есть, Бенемина он как-то этим успокоил. То есть, Бенемин в шоке сам. Но вот такая ситуация. После этого, Йосиф сказал, чтобы наполнили каждого их мешки на дорогу. И в селебро каждого положили вверх его зерна. И кубок, на котором он гадает, положили в мешок к Бенемину. Вот так. И они распрощались. И уехали. Вот так. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие туши. Михаэль Бен Леви. Берт Абат Исраэль. Павел Бен Ефим. Самуил Бен Герш. Хая Малка Бат Йосиф. Роза Бат Михаэль. Памяти Ури Бен Харитон. Мендель Бен Мендель. Яков Бен Нахом. Владимир Бен Григорий. За здоровье Светлана Бат Клара. Шимон Бен Ицхак. Борис Бен Мария. Анна Бат Ривка. Полина Перв Бат Соня Сура. Лена Бат Клара. Женя Бат Ида. Анна Бат Елена. Евгений Бен Софья. Двой Робот Мирьям. Моисей Бен Ева. Ирина Бат Двойра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Маэль. Евгений Бен Берта. Евгений Бат Ита. Фира Бат Анна. Геннадий Бен Елена. Ольга Бат Светлана. Йосиф Дан Бен Цара. Таня Бат Фрида. Ида Бат Рива. Вадим Бен Татьяна. Юлия Бат Белла. Яков Йосиф Бен Рахель. Шимон Бен Мира. Всем желаю крепчайшего здоровья. До следующих встреч. Ханука Самех. Надеюсь, наша встреча состоится завтра в 15.00. Шалом.